Итак, мои коллеги рассказали о двух работных клубах, клубе Русакова и клубе имени Зуева. А я вам расскажу не о клубе, я вам расскажу о дворце культуры. И для того, чтобы понять, чем одно отличается от другого, мы с вами обратимся к истории этого места, где этот клуб был построен. Конкурс на строительство клуба был объявлен в 1931 году, и место, где клуб был построен, это Симоново-Слобода. Находится она на юго-востоке от Москвы, и Симоново называется потому, что здесь располагался Симоново-Монастырь и также село Слобода вокруг него. Чем же заменит Симоново-Монастырь? Ну, во-первых, он напоминается довольно давно в летописях, известно, что именно там похоронены Пересвет и Ослябе, вот те самые два богатыря, которые первые вступили в бой на Куликовском поле. Симоново-Монастырь с удовольствием напоминает Карамзин в бедной лизе, как пишет солнце золотило, готические башни Симоново-Монастыря. Симоново-Монастырь был заменит своей колокольней, построенной в проекте у архитектора Константина Тона, того же самого архитектора, что и построил Храм Штат Спасителя. Это колокольня, стала выше колокольня Ивана Великого и стала такой новой высотной доминантой Москвы. Но уже к концу 19 века местность вокруг Симоново-Монастыря, Слобода, перестала ассоциироваться с каким-то далеким историческим прошлым. Она стала ассоциироваться с настоящим промышленным развитием Москвы, потому что уже в начале 20 века здесь возникает несколько заводов. Главный из них – это завод ОМО, Московский автозавод, который больше нам известен как завод Амнистайна или завод Нелихачева. Но этот завод не был единственным заводом в окрестностях. Также был завод Динамо, завод Парастрой. И все это привело к тому, что в 1930 году район Симоновой-Слободы был переименован в Пролетарский район, потому что основная часть населения этого района были рабочие окрестных заводов. Но надо сказать, что эти рабочие еще до 1930 года создавали некоторое подобие рабочих клубов. Действовали они, естественно, в заброшенных помещениях Симоново-Монастыря. В самом соборе Симоново-Монастыря располагался музей, а в Трапезной проводились заседания клуба «Пролетарская кузница». В 1928 году в газетах публикуются следующие сообщения. Один инспектор рабочих клубов Притнев посетил этот клуб и выяснил, что рабочие вовсе не занимаются кружковой работой, а все свое свободное время посвящаются просмотру кино. Он нажалился на этих рабочих. Рабочие сказали, что они не могут заниматься никакой кружковой работой, потому что у них нет достаточного пространства. И просили построить им клуб. Они не дождались решения. Еще до того, как было принято решение о строительстве клуба, они решили взорвать Симоново-Монастырь, объясняя тем, что это единственное место, где можно вообще клуб на территории этого района построить. Взрывали они его в декабре 1930 года. Стоял 40-градусный мороз. Рабочие собирались на субботники и старались продолбить эти стены 16-18 века, что им в конечном счете удалось. В итоге городским властям ничего не оставалось, как в начале 1931 года объявить конкурс на строительство нового рабочего клуба на месте снесенных построек Симоново-Монастыря. Конкурс был объявлен. Важно следующее. Важно то, что в нем участвовало несколько архитектурных сообществ. Каждая из них имела, собственно, творческую манеру. И в жюри вошли как представители архитектурных сообществ, так и представители всех заводов, которые этот клуб заказывали. Сейчас посмотрим некоторые из этих проектов. Вот, например, проект бригады МАО, Московского архитектурного общества. Этот проект был выполнен архитекторами Григорием Гойцем, Михаилом Парасниковым и Игорем Соболевым. Они, недолго думая, решили включить в комплекс клуба то, что осталось от Симонового Магестаря, а именно одну из баржен и фрагмент стены. Этот проект был раскритикован как ретро-оградный, как проект, который не ориентируется на создание нового общественного пространства, а наоборот, застальгирует на прошлом. Второй проект, наоборот, упрекали в чрезвычайной абстрактности. Это проект архитектора Ивана Леонидова, который известен в истории архитектуры как советский пиранез. Действительно, Леонидов реализовал малое количество зданий, не в отличие от Мельникова и от Голосова, но славится своими бумажными проектами, которые носят такой откровенно утопический характер. Что же предложил Леонидов? Он предложил рассредоточить всю территорию клуба по пространству бывшего Симонового монастыря и скомпоновать ее из трех частей – пирамиды, полусферы и горизонтального корпуса. Горизонтальный корпус должен был размещать кружковые помещения, полусфера – это купол зрительного зала, а пирамидка – это физкультурный зал. Надо сказать, что вот такое обращение к простым геометрическим формам и откровенно визионерский характер проектов – то, что объединяет Ивана Леонидова, архитектуры 20 века, с архитекторами-метопистами эпохи просвещения. Вот, например, мы можем сравнить театральный зал в виде полусферы и знаменитый проект кинотафа Ньютона, архитектора Этенула и Буле. То же самое и с пирамидкой спортивного зала. Тот же самый Буле создает пирамидальные кинотафы, а для Леонидова эта форма становится неким функциональным объемом для размещения спортивных помещений. Проект Леонидова был раскритикован. Именно в это время формируется представление о формализме в архитектуре, появляется то, что впоследствии получили название Леонидовщины. Было много архитекторов, которые подражали манере Леонидова и создавали подобные антопические проекты. В итоге ни один из архитекторов, которые участвовали в конкурсе, ни один из проектов не был одобрен. И в итоге проект, так же, как и в случае с предыдущими клубами, был заказан целой команде архитекторов, команде архитекторов «Братья Клесниных». Возникает вопрос, почему именно им? Почему именно им и почему была уверенность в том, что они с этим проектом справятся? Дело в том, что буквально за год до этого «Братья Клесниные» участвовали в конкурсе на синтетический театр массового действия в Ростове-на-Дону. По программе того конкурса нужно было создать некоторое пространство, которое объединяло бы в себе разные функции и при этом вмещало бы огромное количество народу. 6 тысяч человек только должен был вмещать театр в Ростове-на-Дону. Надо сказать, что в конкурсном проекте, в конкурсной записке, которая была представлена в конкурсе на дворец культуры пролетарского района, как раз говорилось о том, что именно театральная часть должна быть главной. А у «Братья Клесниных» уже был фактически готов проект большого театрального зала, который они адаптировали к дворцу культуры пролетарского района. Ну, можете убедиться, посмотрев на них на два, и понять, что действительно они очень много из своего проекта предыдущего заимствуют. Надо сказать, что весь проект «Братья Клесниных» состоит из двух частей вот этого театрального зала, который так и не был построен, и клубной части, которая обещает малый театральный зал. И сейчас мы с вами про то, что было построено, поговорим. Это вот проект нереализованный, да, проект большого театрального зала. По требованиям конкурса этот зал должен был трансформироваться. Обратите внимание на переднюю часть, на портер. Он отделен от других частей зала. Площадка, на которой располагался портер, должна была подниматься и опускаться. Таким образом, взаимоотношение между сценой и зрительным залом должно было меняться. Кроме того, обязательным требованием было размещение проходов, так, чтобы любой докладчик мог прямо из зала быстро пройти на сцену. Все это «Братья Клеснины» учитывали, все это они реализовали и в проекте театра «Матского действия», все это они реализовали в проекте театрального зала, который вы видите на экране. Но этот театральный зал планировалось построить в будущем, а началось строительство, конечно, с клубной части, которая стояла из двух частей – малого театрального зала слева и кружковой части справа. Если мы с вами посмотрим на архитектуру, которую реализуют здесь «Братья Клеснины», стоит отметить, что так же, как и мельников, так же, как и голосов, они частично строят из бетона, частично строят из кирпича. Использование кирпича было необходимым требованием конкурса, поскольку от разрушенного Симонового монастыря осталось огромное количество кирпича, которое нужно было как-то утилизовать. При этом «Братья Клеснины», как и голосов, кирпичные части покрывают цементной штукатуркой для того, чтобы возникло ощущение, что здание построено целиком из железобетона и вообще все-таки соответствует современным тенденциям в архитектуре. Еще один критерий, по которому мы можем назвать это здание современным для 30-х годов – это соответствие знаменитым пяти принципам современной архитектуры Ле-Корбюзье, которые вы видите на экране. В поле Корбюзье здание нужно было возводить из железобетона. Собственно, мы видим настоящее железобетонное здание. Железобетонная конструкция позволяет часть здания приподнять на ножках, что мы, собственно, здесь и видим. Железобетонная конструкция позволяет разгрузить стены и сделать леточное остекление. Железобетонная конструкция позволяет сделать плоские кровли, которые могут использоваться как кафе, как солярий, как любое другое пространство. Железобетонная конструкция позволяет сделать свободную планировку, И, наконец, свободный фасад, то, что объединяет все предыдущие четыре принципа архитектуры Ле Корбюзье. То есть это здание, оно было подчеркнуто современным, подчеркнуто технологичным. Давайте посмотрим, что же у него было внутри. Мы с вами в строительстве здания было несколько очередей. Сначала построили малый театральный зал, поскольку театральная часть должна была быть главной, а большой театральный зал пока строить никто не собирался. Мы с вами находимся в фойе. Это эскиз братьев Лесиных. По их идее, все фойе должно было быть раскрашено в разные цвета. Стена зрительного зала синяя, стены фойе внешние оранжевые, а сам зал должен был быть ярко-лимонным. Таким образом, вот это здание должно было восприниматься как многоцветный ансамбль, и вот эта многоцветность изнутри, она противопоставлялась монохромности снаружи. Цветовую раскраску разработали знаменитые художники эпохи авангарда, от братьев Стернберге. Они были известны как театральные художники, они много работали с братьями Весиных и занимались оркестурной графикой. В частности, им принадлежал проект раскраски Арбата. Была идея реконструировать Арбат, но денег на масштабную реконструкцию не было, в итоге решили просто все здания покрасить в определенный цвет, чтобы улица воспринималась как современная, а не как улица историческая. Итак, раскраска от братьев Стернбергов. Вот так вот выглядело фойе после того, как театральная часть была построена. Обратите внимание, что фойе двухэтажное, нижний ярус ведет в портер, верхний на балконы, и обратите внимание на то, как оформлены площадки лестниц. Они немножко напоминают рояли. Вот Юля Келла Ди Ферамбу лестницы доказуема, говоря, что там можно увидеть какие-то арфы, здесь можно увидеть рояли, и все это говорит о том, что действительно детали, восприятие такой оркестуры, они огромную роль играют. Справа не просто фотография, это сами братья Веснины смотрят на нас с верхнего Яроша лестницы. Что касается зрительного зала, то он был устроен очень хитро. Он, конечно, не был таким масштабным, как вот тут большой зал театральной части, но он, тем не менее, был довольно вместительным. Обратите внимание на потолок. Потолок был деревянный, подвесной. Между подвесным потолком и настоящим потолком был зазор, который работал как резонатор. Поэтому в здании была прекрасная акустика, и люди могли выступать в нем, даже не используя никакой усиливающей техники. Также трешина это... Есть удобные проходы, которые позволяют из разных частей быстро спуститься на сцену. И также обратите внимание на окна. По требованиям конкурса зал должен был освещаться естественным светом, и все это было сделано для того, чтобы экономить электрическое освещение. Вот при Веснины окна были открыты. Вот так зал выглядит сейчас. Конечно, сложно узнать в нем то, что было в 30-е годы, но на самом деле винить архитектора в конце 60-х годов не стоит, потому что первые перестройки зала, в течение 40-е годы, был утрачен потолок, и зал утратился на очередной облик. Итак, это мы были слева. Мы посещили с вами театральный зал Деказуева. Театральная часть соединялась с клубным переходом на уровень второго этажа. Если вы сейчас посмотрите на фасад, вы увидите, что он сплошной. Вот тот проезд, который был между театральной и клубной частью, он сейчас заложен. Но раньше там были железобетонные опоры, те самые дом на ножках или карбюзье. Итак, переходим с вами в клубную часть. Вот так это выглядит на плане. И обратите внимание на то, какой план имеет клубная часть. Она имеет план буквы Т, которая длинного коридора, который заканчивается неким полукружием. Дело в том, что клубная часть Деказил была построена на месте Успенского собора, Симонового монастыря. И на самом деле, если включить некоторую долю фантазии, можно увидеть, что композиция клубной части немножко напоминает композицию храма, базилики, которая заканчивается апсидой. Действительно, если мы с вами войдем внутрь, мы должны будем пройти через ряд железобетонных опор и окажемся в полукруглом помещении зимнего сада, который был также оформлен по проекту «Братьев Песниных». Вот это все, к сожалению, было утрачено. Там были замечательные фонтаны, которые подсвечивались в любое время дня, и были специально разработаны весняными катки растений. К сожалению, это все было утрачено, но сейчас там тоже довольно симпатично. Если мы с вами посмотрим на потолок зимнего сада, мы увидим уже знакомый нам прием. Мы это видели в фонарике Деказуева-Голосова. И вот это вот солнышко, да, это с одной стороны такая эстетизация железобетонной конструкции, да, при этом железобетонные перекрытия. С другой стороны, то ли шестеренок, то ли солярный символ, действительно некий важный символ эпохи, который находится в этой апсе, в алтарной части Деказил. Не буду вам показывать все помещения, покажу вот еще одно. Это помещение, где когда-то располагалась столовая. Вот так вот она выглядела в 30-е годы при Врате Хвесниных. Для нас она важна тем, что она лучше всех сохранилась до наших дней. Фактически здесь сохранился первоначальный облик интерьера. Эта столовая была оснащена лифтами, которые поднимали продукты с первого этажа, на четвертый этаж, где была кухня, и затем спускали сюда на третий этаж уже готовые блюда. После того, как в советское время там расположилась библиотека, лифты стали использовать для подъема и спуска книг. То есть они, в общем-то, до сих пор работают. Итак, самая главная часть всего этого сооружения – это, конечно же, крыша. Та самая свободная эксплуатируемая промля, которая была неотъемлемой частью здания поля Корбюзье. И если мы с вами посмотрим на макет, я его, к сожалению, вам сюда не показала, то мы увидим, что на крыше находится обсерватория, и она приходится как раз в той самой средокрестии. Она находится прямо как раз над апсидой и над этим полукругом. То есть роль купола храма приобретает обсерватория, которая в советское время часто воспринималась как антирелигиозный объект. Естественно, люди могли наблюдать звездное небо и убедиться, что никакого бога там не существует. И действительно, обсерватории в 20-30-е годы были объектом атеистической пропаганды. Купол обсерватории был спроектирован не для Декозил, он был сделан еще в конце 19-го века в Германии, и вот каким-то образом его приспособили для обсерватории Декозил в 30-е годы. И вот вы, собственно, видите камер, как это все происходило там. С крыши Декозил открывается абсолютно сумасшедший вид на Москву. Оттуда видны все семь сталинских высоток, оттуда видны храм Штат Спасителя, Кремль. И это при том, что высота всего лишь четыре этажа. Одним из требований конкурса, которые яснены очень умело учли, было использование этого исторического ландшафта, попытка вписать здания в окружающую среду и максимально использовать видовые характеристики. В итоге им это удалось, и действительно, я считаю, что это одна из лучших смотровых площадок в Москве. Будет возможность обязательно туда сходить. Здание начинается строить в 1931 году, заканчивается строить уже в 1930-е годы, и это уже совершенно другая эпоха. Мы с вами начинали с разговора о эпохе авангарда, о попытке создания нового человека, о попытке преодоления классического наследия и поиске какого-то нового архитектурного языка. Но надо сказать, что параллельно строительством Декозил происходит уже совершенно новый процесс в архитектуре, который уже ничего общего с авангардной культурой не имеет. В том же 1931 году был объявлен конкурс на строительство Дворца Советов, в котором участвовали и Миликов, и Голосов, и Братья Веснины, и Ной Троцкий, и все другие архитекторы того времени. Дворец Советов, как и когда-то Дворец Труна, должен был стать главным зданием, но уже не только Москвы, но и всего Советского Союза. Он должен был стать центром Москвы по плану генеральной реконструкции, предполагалось, что от него будут радиально расходиться лучи новых проспектов. В итоге в конкурсе выиграл архитектор Борис Сеофан, который предложил такое вот решение, центральная архитектурная часть, которая венчала скульптура Ленина. Скульптура Ленина должна была быть настолько масштабной, что в голове Ленина могла разместиться библиотека. Но это вот такой утопический проект, который, однако, хотели реализовать. Уже был заложен кадлован, были заложены основы для фундамента металлические, но началась война, и вот эти все металлические конструкции были использованы для изготовления противотанковых ежей. Котлован так и остался. В советское время уже после войны там разместился бассейн Москва. И как-то вот эта история с построением главного хорового социализма, она дошла на второй план. И для нас важно, что мы с вами начинали с разговора о Дворце Труда, открывавшего эпоху авангарда, заканчиваем разговором о Дворце Советов, который эпоху авангарда завершил. И вы видите, что рабочие клубы во всей этой истории советской архитектуры играют довольно важную роль. И на примере трех клубов, на примере трех архитекторов мы с вами познакомились со всем многообразием архитектурных языков 20-х годов. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТИЕ КОНЕЦ